Светлый вечер. На радио Вера. Тема недели. У современных детей уже практически все есть. Их трудно чем-то удивить. Вот помню, как один мой старший друг рассказывал, с каким благоговением он вытащил в детстве из-под елки фломастеры из Чехословакии. Мама накануне буквально сбилась с ног, чтобы их найти, но результат тоже был с ног сшибательный. Ребенок в восторге, потому что в его жизни случилось чудо. Сегодня такими вещами никого не удивить, к сожалению или к счастью. Что фломастеры, вертолет, барби, да что там, любой вариант лего и железной дороги можно заказать в интернете, причем исходя из разного бюджета. Все хорошо, но как быть чудом? То есть воспримет ли ребенок эти подарки как настоящее чудо? Для того, чтобы это чудо было, очевидно, родителям придется немного подумать. Понятно, что сейчас можно все найти в двух основных и важных категориях. Для развлечения, например, и для развития интеллекта. Тоже много разных игр, вариантов и так далее. А как быть с подарками для развития души? Очевидно же, что душу надо развивать не меньше, чем мозг. Но как это сделать? И могут ли подарки к Новому году в этом смысле чем-то помочь? За подсказками мы решили обратиться к детскому и семейному психологу Наталье Броложецкой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Наталья, а вы могли бы подсказать, какие-то, может быть, есть у вас наводки или конкретные советы? Какие есть варианты? Да, конечно. И вот сразу на ум мне приходит подарок, который в свое время делала нам в нашей семье мама. И теперь я его рекомендую всем своим клиентам. И, наверное, подарок, который знает практически каждый. Лучший подарок – это книга. И тут же многие родители скажут, ну, книга, при том, что современные дети совершенно не любят читать, и это совсем неинтересно, и это банально. И я хочу сказать, что, во-первых, не все дети современные не любят читать. Очень многие продолжают читать и делают это с удовольствием. А второе, книгу всегда можно разнообразить и сделать ее частью семейных традиций, сделать ее частью того самого развивающего духовного наследия, которое остается после нас, нашим детям. Это каким образом? У нас в семье была такая традиция, когда мама читала книгу, и она хотела что-то нам вот подарить и думала об этом подарке, она делала небольшие заметки, вопросы на полях книги, причем такие маленькие-маленькие, практически незаметные, чтобы нельзя было сразу открыть, найти сразу эту заметку и ответить на эти вопросы. А вопросы были такими. Необходимо было прочитать, например, книгу, найти, где родился отец одного из героев, и спросить у бабушки или у дедушки. Мама сказала, что ты тоже был в этом городе, а что там происходило? То есть внутри книги содержались вопросы, с которыми необходимо было обращаться к друзьям, к родственникам, к близким людям, расспрашивать их об этом и узнавать что-то новое. То есть мама фактически квесты составляла для вас на полях книги? Да, причем квесты на полях книги, которые потом переходили в реальную жизнь. Вспоминается сразу рассказ, в котором герой читает отрывок из стихотворения Есенина. И мама тогда написала, что если ты найдешь автора этого стихотворения, мы с тобой, значит, в следующие выходные мы едем к нему в то место, где он родился. И, естественно, я там, тогда еще не было интернета, мне пришлось очень долго искать. Я пошла в детскую библиотеку, спросила у библиотекарек, что же это за стихи, кто их автор. Мне ответили, я потом нашла, где родился Сергей Есенин. И в следующие выходные мы с мамой поехали в село Константиново. И это великолепный был подарок. И самое главное, что подобные подарки, они запоминаются на всю жизнь, и их хочется передавать своим детям. Это становится частью настоящего такой очень хорошей, активной жизнью семьи. Есть о чем поговорить, есть что обсудить. И книга – это не просто скучная вещь, которую нужно прочитать, потому что мама с папой заставляют. А книга – это та вещь, которая потом может быть продолжена в каком-то интересном совместном действии. Второй подарок – это подарок чисто такой для меня психологический, который я тоже рекомендую всем своим друзьям и знакомым. Это спортивный инвентарь. Причем спортивный инвентарь не просто коньки или футбольный мяч, а спортивный инвентарь, который требует какого-то дальнейшего действия. Ну, например, если мы дарим лыжи, то одновременно мы говорим о том, что там в Сорочанах нас уже ждут, я сделала заказ на подъемник, и скоро мы поедем кататься на лыжах всей семьей. Или мы покупаем коньки, значит, коньки не только для ребенка, но и коньки для всей нашей дружной семьи, потому что скоро мы идем все вместе на каток. То есть подарок должен содержать какой-то элемент совместной деятельности дальше. Он не может быть только отдельно для ребенка. Он должен быть таким, который бы вписывался в жизнь всей семьи или, например, в жизнь друзей ребенка, чтобы сплотить и объединить ребенка с его реальным миром, а не с миром виртуальным, как это сейчас часто бывает, когда мы дарим телефоны, планшеты или игры. Ну и, наверное, третье, и тем не менее, может быть, даже по важности его можно поставить на первое место, это возможность испытать удовольствие от того, что я сам делаю подарок для кого-то. И здесь, конечно, на первый план выходит какой-то подарок, например, для приюта животных, когда я туда поеду, вместе с мамой, с папой мы привезем, не знаю, какой-то корм, будем выгуливать, ухаживать и так далее. И сейчас, когда я задаю вопрос уже своим выросшим детям, что запомнилось, это, скорее всего, как раз запомнилась возможность самостоятельно дарить подарок и организовать такую акцию благотворительную внутри семьи очень тяжело, поверьте мне, потому что приходится договариваться, если это приют для домашних животных или для уличных, для бездомных животных, там приходится проходить медицинские обследования, ставки. Это целая такая большая работа, и оттого подарок становится по-настоящему продуманным и востребованным. А уж насколько развивающим душу, это уже будет каждый судить по-своему. Мне кажется, что это очень развивает. Я думаю, что к последнему, к перечню, так сказать, пунктов, куда можно ездить, в последнем случае можно добавить еще и дома престарелых. Ведь старикам очень нужна поддержка, и вот это общение даже с детьми, которые продолжают жить в этом активном большом мире, но которым вместе с тем со стороны стариков бывает тоже очень нужна такая забота и внимание. Вот это какое-то взаимное обогащение, что ли, происходит. Ну и, конечно, участие ребенка в том, что он для кого-то собирает подарок. А нет ли здесь, кстати говоря, такого момента, что, ну вот, вместо того, чтобы мне что-то подарить, меня заставляют другим делать подарки? Ребенок не чувствует себя обделенным в этой ситуации? Мне кажется, что все зависит от того, как вы сами смотрите на эту ситуацию. Если ребенок чувствует себя обделенным вот в этот вот момент, это повод для того, чтобы начать разговаривать. Потому что обычно, в общем-то, детям на самом деле больше нравится дать подарки. И смотреть на реакцию людей, как люди реагируют. И если внутри семьи вот эта вот реакция, а, да, ну ладно, ну спасибо, ну вот посмотри, что я тебе преподнес. А, да, это говорит о том, что ребенок в какой-то момент не получил правильной обратной реакции на то, что он сделал. К сожалению, многие из нас действительно взрослые больше чаще любят дарить ребенку подарки, чем правильно реагировать на то, как ребенок тебе преподносит и что он тебе дарит. Если вы будете выражать свою благодарность ярко, радоваться и говорить, что это удивительно, как хорошо, что ты угадал, что мне хотелось именно вот этого, как это прекрасно. Ребенок будет чувствовать, что в этот момент он сделал что-то настолько замечательное, что поднимет его самого в его глазах. То есть вот такая реакция, что мне обидно, я хотела бы сам получать, говорит нам о том, что мы в какой-то момент не поддержали правильным образом желание дарить подарок. Это для нас такое маленькое напоминание, что в этом году, когда мы будем получать очередной рисунок новогодней елочки или поделку из шишки, нужно реагировать очень ярко, нужно реагировать очень правильно для того, чтобы ребенок получил удовольствие от того, что он подарил подарок, а не только от того, что дарит что-то ему. Спасибо вам большое за подсказки. Наталья Барложецкая, детский семейный психолог, была с нами на связи по телефону.